Как вы, наверное, знаете, 20 декабря Ленинградский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную нами на решение суда запретить русский перевод нового мира, признанный экстремистским материалом. Это противоречит принятым в России законам. В частности, осенью 2015 года президент Путин подписал дополнение к статье 3 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. В этом дополнении дословно говорится «Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами». Учитывая такую ясную формулировку закона, мыслящие люди недоумевают. Как российский суд мог запретить Библию? Пожалуйста, обратите внимание на слова, записанные в Иеремии 23-27. Там Иегова говорит о ложных пророках. Посмотрите, что по его словам они пытаются делать. Они думают о том, как заставить мой народ забыть мое имя. Можно ли на самом деле заставить кого-нибудь забыть имя его отца? Хотя это может казаться абсолютно невозможным, именно это пытается сделать сатана – заставить людей забыть имя Иеговы. Насколько же важно, чтобы мы и дальше провозглашали имя Иеговы всем людям повсюду? В слове Бога говорится, что Бог поставил своё слово выше, чем своё имя. То есть, для того, чтобы люди узнали Его слово, Он позволил людям попрать своё святое имя. Но взамен люди узнали о Его слове, ну, то есть, Библию. Но не следует ли нам, насколько возможно, произносить Божье имя так, как оно произносилось изначально? Как мы уже говорили, среди учёных нет единого мнения о его точном произношении. Но даже если бы они сошлись во мнениях, другие библейские имена всё равно произносятся по-разному. Например, подумаем об имени Иисус. Это общепринятая форма имени Божьего Сына. Но представьте, что вы перенеслись в дни Иисуса. Вы стоите на улице и кричите на своём языке «Иисус!» «Понял бы кто-нибудь, кого вы имеете в виду?» Вряд ли. Тогда имя Иисуса произносилось, вероятно, либо как «Иешуа» или «Иегошуа» на еврейском языке, либо как «Иесус» на греческом. Благой вести Матфея, это Новый Завет, мы видим в сносках «И ты назовёшь Иего Иисус». Она родит Сына, и ты назовёшь Иего Иисус. На самом деле «Иешуа» означает «Иегова спасение». А «Христос» означает «Мессия, помазанник». Итак, «Иешуа Мешьях» – это имя, ну, Рождество которого празднует. Я уверен, вы согласитесь, что на разных языках это имя звучит по-разному. Подумаем также вот о чём. «Иегова не потребовал, чтобы имя Его Сына писали и произносили по-еврейски при составлении христианских греческих писаний. Он позволил писателям использовать греческий эквивалент имени Иисуса, хотя по-гречески это имя звучало совсем не так, как по-еврейски. Подобным образом и сегодня имя Иисуса произносятся по-разному на испанском, итальянском, немецком и многих других языках. Следует ли нам перестать использовать имя Иисус из-за того, что оно не так произносилось и на других языках? Конечно же, нет. Также стоит отметить, что на еврейском языке в имени Иисуса было три или четыре слога, в зависимости от того, как оно произносилось, «Ешуа» или «Иегошуа». В английском слове «Джизус» только два слога. Очевидно, что количество слогов это не то, о чем нужно беспокоиться. Подобным образом, мы не хотим отвлекаться на споры о количестве слогов в имени Иеговы на еврейском языке. Состоит ли оно из трех слогов, как, например, английская форма «Дже-хова», или из двух, как «Яхве». Главное, чтобы мы использовали форму произношения, которая принята в нашем языке. Худшее, что мы могли бы делать, это замалчивать имя Бога, не употребляя его вообще. Иисус. Иисус. Ись. Ус. Это тоже слово от тенгрянства. Ну, якутское слово «Ись» означает «швея». Ус – мастер. Ну, кузнец или плотник, да? Это три слова являются магическими молитвами к Богу Тенгри, а именно «Ис», «Ус», «Хоростас». То есть «Швея», «Мастер», «Защити». Вот почему-то, именно вот, когда вот в Рим пришли гуны, вот, священники побоялись, и как бы, и взяли этого, и Иисуса Христа, и поменяли в Библии. Ну, вроде, похож на Иешуа, Иисус. Иешуа, Машьях, на Иисус. Таким образом, Иисус Христос – это вообще не из Библии. Кого вы имеете в виду? Вряд ли. Тогда имя Иисуса произносилось, вероятно, либо как Иешуа или Иегошуа, на еврейском языке, либо как Иесус, на греческом. Даже это не греческое слово. На самом деле, там эти, религия была, возможно, греческая, поэтому они сказали, что это греческое. Вот. Но это чисто мое личное мнение, но не следует ли нам, насколько возможно, произносить Божье имя так, как оно произносилось изначально? Как мы уже говорили, среди ученых нет единого мнения о его точном произношении. Религия, которую проповедуют свидетели Иеговы, она истинная? В книге «Деяния» в 15 главе стихах 14 и 17 говорится, что Иегова собрал из народов народ во имя свое. И мы гордимся тем, что носим сегодня его имя, называясь свидетелями Иеговы. Но у них вот этих ошибок Библии очень много. И они скоро будут ну как бы менять все это постепенно. Мозес, прежде чем мы поговорим об апелляционном слушании, можешь рассказать о событиях, которые привели к запрету перевода нового мира? Да, Марк. Все началось 13 августа 2015 года, после того, как прокурор подал иск с требованием признать перевод нового мира на русском языке экстремистским. Как мы и ожидали, в предвзятом исследовании было много оскорбительных высказываний, которые не были основаны на фактах. В нем даже делался вывод, что перевод нового мира не Библия, так как слово Библия не появляется на обложке. И еще вот о слове Библия. Библия это означает Библия что дословно переводится как острое знание. Би острое били знание. Как же мы благодарны за то, что у нас есть священное писание, перевод нового мира. Сейчас этот перевод полностью или частично доступен на 128 языках, и работа над ним продолжается еще на 39 языках. Это не только понятный и точный перевод слова Бога. Что более важно, он прославляет имя всемогущего Бога. Более семи тысяч раз оно появляется в этом переводе. Какая же это честь знать и употреблять личное имя нашего любящего Отца и Иеговы. Иеговы. Иеговы.